Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи. Альберт Бурага, мастерская трейдера, и наш коллега из города Краснодара, Альберт Бурага, уже с нами. Альберт, приветствуем вас! Приветствую, Игорь Николаевич, коллеги, всех рад читать, слушать. Ну что, у нас сегодня четверг, посмотрим, что у нас на рынке происходит потихонечку. Да, тоже присоединяюсь к поздравлению нашего коллеги. Хорошего, как говорится, дня, отмечайте. И попутных трендов нам всем вместе. Вот, вместе мы этот рынок осилим. Хорошо, давайте я включу демонстрацию рабочего стола. Да, давайте посмотрим. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы по рынку, по инструментам, по подходам в чате можно уже писать. Так, ну все, я думаю, вы мой экран уже видите, и потихонечку мы начинаем. Да. Здорово. Ну что ж, рынок Форекс вначале, потом все остальное. Ну, так уж у нас устроено. Так, значит, по новостям Игорь Николаевич сказал, сегодня, в принципе, день пустой, только в конце дня будут новости по нефти, по запасам. Завтра, по-моему, тоже ничего особо интересного нету. Такой день тоже расхлябанный. Ну, и уже, в общем-то, на американской сессии будем потихонечку смотреть, как на биржах будут фиксировать контракты. Тоже интересный, кстати, момент. Ну, ладненько, это будет завтра, а сегодня смотрим, что у нас есть. Так, ага, где моя рисовалка-то, кстати? Toyota я и забыл. Вот так вот. Поехали, теперь я уже готов. Значит, смотрим, как всегда, недельный уровень в начале недели 1.20.93 отработан. Причем несколько раз, ретест, там все как положено, все здорово. Вот, но на самом деле неделька, вот как эта неделя, как и прошлая, пока ничего не дает нам интересного, трендов нет. Ну, такой вот флэт. И на бирже я смотрю, что практически каждый день мы видим вот такие вот, так называемые, опционные замки. Мы их определяем почти день через день. То есть трейдеры не готовы вваливаться в данный инструмент, по крайней мере, на текущем этапе. Все-таки что-то им там непонятно, что-то их настораживает. И мы тоже, в принципе, не работали по паре евро-доллара на этой неделе. Ну, вообще, в принципе, не работали. Смотрим, что будет дальше. Может быть, завтра что-то у нас выйдет, какой-то сигнал появится. Сейчас я ничего не вижу, день под вопросом. Но если гипотетически, да, мы все-таки поднимемся наверх, ну, всякое может быть, да, то вверху есть балансовый уровень, очень сильный уровень, определенный трейдерами, участниками рынка, от которого можно будет спокойно трикошетить вниз и получить, ну, как минимум, я думаю, пунктов 100 на депозит легко. Но это если будет, давайте так. Не факт, что мы туда пойдем. Вообще, я думаю, что пока мы, в общем, по флете, может быть, немножечко еще поднимемся вот к недельному уровню. Тут тоже будет тогда небольшой флэт у нас. Ну, как-то так. Насчет дальнейших движений глобальных я пока не буду каких-то моментов говорить. Да, в общем-то, есть у нас там цели внизу. Цели внизу сейчас я вам покажу. Это как раз на опционным зонам. У нас есть цель 1.18.80, но пока я к ней не вижу вот прямо сейчас резких сигналов на движение. Да, мы к ней шли еще с прошлого месяца. Помните, я вам говорил, вот с отметочкой 1.22.86 глобально потихонечку двигались. Но вот буквально где-то в начале февраля застоприлось это движение. Пока, видите, перешли в боковое движение. Ну, значит, это нужно. Потом, да, все-таки надо добивать эту отметочку. Но вот прямо сейчас входить к ней я бы не рекомендовал. Кто стоит уже давно встал вот здесь вот с макушек и со мной держит там ордера, да, молодцы, пока держите. Долгосрочная глобальная позиция на 1.18.80. Но это, в общем-то, не быстро, как вы понимаете. Ждали еще недели две назад. Нет, откатили. Ну, хорошо. Так, значит, так. Ничего страшного в этом абсолютно нет. Просто придется немножечко еще подождать, друзья. Вот. Ну, а так евро потихонечку двигается своим чередом. Хорошо. Фунт давайте посмотрим, что он нам сейчас покажет. Фунт очень интересно двигается. Во-первых, тут нужно взять, наверное, скорее всего, две последние недели. У нас есть некое направленное восходящее движение. Помним, да, я вам показывал. Ну, в тот четверг я не выступал, у меня не получилось. Но кто на YouTube у меня подписан на канале, тот видел, я постоянно говорил про вот эти вот сигналы по индикатору strike, баевые, да. Вот. Поэтому были входы, мы тут закрывались. Что-то, что-то еще держим на бай. Сегодня и вчера опять выходили сигналы тоже баевые, видите. Пока он во флете идет. Тоже баевые сигналы есть. Но надо немножечко еще опуститься, коснуться хотя бы вот этого вот недельного уровня. Так, давайте я вам покажу. Вот 1.37.96. Я сегодня тоже давал рекомендацию. То есть, кто хочет, может, конечно, прямо сейчас в бай зайти. Вот, кто еще не работал, у кого нет ордеров, открытых на покупку. У меня вот стоит ордер с прошлой недели, с пятницы по сигналу индикатора strike. Поэтому я пока здесь воздержусь. Если опуститься до недельного, вот тут можно будет еще раз подхватить с лучшей позиции и держать дальше. При этом, значит, у нас отработался FOP уровень, да. Вот кто мне на курсе FOP учился, мы эти уровни определяем. Это уровни флета. То есть, в этот момент, когда мы их определяем и видим их по опционным контрактам, происходит разрядка, такая разрядка на рынке, когда закрываются синхронно и баевые, и сейловые позиции, и трейдеры с большим объемом контрактов выходят из рынка. Как правило, это приводит к флетовым движениям. Видите, даже если улетели, обязательно к этой отметочке вернулись в ближайшее время и получили вот такой флет. Тоже все отработалось, тоже мы ожидали вот поход сюда. При этом у нас еще была сейловая позиция от FIBA 131, которую мы устанавливаем на границе канала хеджера, тоже национные границы. Тоже идеально подходили и сходили вот сюда. Уже как минимум в потенциале есть 90 пунктов. Можно закрыть, в принципе, без проблем. Так что фунт, несмотря на то, что он, в общем-то, вот так вот прыгает туда-сюда, не дает неплохую достаточно прибыль. Ну, а все-таки я жду еще немножечко вниз, чтобы подцепить и уже пойти выше. А вот такой расклад на сегодня, то, что я вам рекомендую, друзья. На дневном, кстати, графике я еще не вижу перегрева опционного на дневном. То есть, в принципе, мы можем, скажем так, гипотетически ползти вверх еще пунктов на... Сколько я так думаю? Да, 250-300 запас хода вверх есть. Ну, это для тех, кто меня спрашивает обычно, можем ли мы поползти еще вверх. Да, есть, можем поползти вверх и нет никаких ограничений пока. Но также можем пойти вниз, ну, если на большой долгосрок идти. Тоже нет никаких ограничений. Вот, но локально, то есть, краткосрочные наши сделки пока вот баевые. Баевые – это пунктов на 90, на 100 с обновлением вот этого, может быть, даже хая последнего. Да, куда-нибудь туда. Вполне можем пойти. Тем более, что вот две недели уже сигналы баевые выходят у нас. Вот такой расклад у нас получается по фунту. Так, теперь давайте посмотрим опционные зоны по фунту. Так, одна опционная зона есть, ее отработали. Есть вторая, пока она все еще держится. Очень интересно, ее пока не закрывает. Но посмотрим. Как бы опционный период только начался. Прошла тут, вторая неделя пошла, поэтому время есть. Пока держит. То есть, трейдеры предполагают, что все-таки вверх прямо вот так вот глобально мы не должны пойти, а не предполагать. Пока на данный момент, еще раз говорю, это на этот день. Что будет завтра, мы посмотрим и тогда с вами увидим. Но на этот день они глобально вверх фунт не рассматривают. Они смотрят его немножко вниз. Может быть, там через флэт, через какой-то большой. Может быть, даже с обновлением вот этого хая опять-таки. Но потом все-таки они видят его на 1.3611 по фунту. Это интересно. Поэтому давайте наблюдать, будем смотреть за этим, в общем-то, уровнем. Если, конечно, его не закроют. Такое бывает иногда. Но если закроют, если закрывать будут еще синхронно, там, по евро, скажем, по австралийцу внизу, тогда, да, тогда все вверх и без тормозов. Такие моменты мы с вами уже наблюдали. Если помните, по франку было летом, я говорил. По-моему, франк там был, да, канадец и иен. Они закрывали контракты, и потом все просто летело в тартарары. Вот этот момент я обязательно подмечаю и всегда своим, в общем-то, коллегам на него указываю. Так, австралиец. Значит, FOP уровень тоже отработался на той неделе. На этой неделе, смотрите, неделька тоже отлично отработалась. Все классно, все здорово. Но сегодня получили сигнал баевый по индикатору strike. Вот здесь 6 контрактов трейдеры набирали. Вот. Поэтому пока бай. Пока бай. Идем вверх. Как далеко? Ну, обычно данный сигнал дает нам пункта 80-90. На пути, конечно, есть балансовый уровень. Но если мы, допустим, пойдем все-таки в бай, и сегодня его не зацепим, ляжем во флет на американской сессии, а завтра опять пойдем в бай, то балансовый спокойно переезжает, и мы двигаемся дальше. Ну, почему бы на этом не заработать, да, пожалуйста. Но если сегодня гипотетически подходим к верхнему балансовому уровню, то данный сигнал закрываем с плюсом, разворачиваемся и стоим вниз. Ну, это если будет сегодня, еще раз говорю. А так пока по страйку просто бай. И, в общем-то, все пока вверх смотрит. Хорошо. Понятно. Так. Смотрим опционные зоны по австралийскому доллару. Что же у нас здесь есть? Так. Одна опционная зона, причем с миграцией вниз. Очень интересно. 0.76. Пока здесь держится. Я еще потом пересчитаю в понедельник, посмотрю, что там. Ну, вроде как пока ничего нет. Поэтому вверх под вопросом, вниз под вопросом. В принципе, ее уже потрогали, поэтому отработка есть. Вот такой момент. То есть здесь никто никому ничего не должен. Так. Канадский доллар. Значит, по канадцу у нас на недельке был сигнал по страйку вниз. Помним, да. 113 контрактов трейдеры набрали, получили сигнал и ушли вниз. Значит, день. Это был у нас вторник, когда был в Америке праздник. Индикаторы у нас не работали, соответственно, потому что биржи в Америке тоже не работали. День был такой у нас без показателей. И я тогда давал рекомендацию в чате закрыть вот эту позицию и развернуться на покупку. Там были у нас сигналы еще по другим индикаторам. И поэтому здесь мы в плюсике стоим. И поэтому сигнал тоже стоим в плюсике. Переводим в безубыток сделку. Тоже я об этом говорил. И пока держим позицию вверх. Вверх до вот этого неотработанного недельного уровня. Пока мы еще его смотрим. Если он не отработается до завтрашнего дня, до закрытия американской сессии, тогда мы на него забиваем и закрываем нашу позицию, как есть там с каким-то плюсиком. Да, нас вполне устроит. Вот, это один момент. Второй момент. Если сегодня падаем вниз до нижнего баланса уровня, вполне может быть от него рикошетим и улетаем вверх с потенциалом хода. Давайте посмотрим, где наши уровни. Да, значит примерно где-то 160 пунктов потенциал хода. И опять-таки примерно на этот же уровень мы попадаем. Примерно. Очень интересно, но бывают такие совпадения. Итак, то есть по канадцу мы на этой неделе уже в плюсе. Уже хорошо, так что смотрим дальше. Значит, наборов по страйку я посмотрел, ничего нет. Здесь тоже такая вялая-вялая текущая ситуация. Последний сигнал был в понедельник, он отработался. Больше ничего нет. Поэтому стоим, езжем, как я рекомендовал. Так, теперь опционные зоны. Давайте посмотрим по канадцу. Значит, опционная зона у нас в этом месяце одна. Ее немножечко приплюс. Ну, или вот здесь вот видно. То есть трейдеры более-менее определились уже с направлением. Поэтому уже ее сделали, эту зону. Но, тем не менее, она отработана. А пойдем мы вверх. Да, ну сейчас пока смотрим глобально. Хорошо. То есть полет еще вверх. Вполне возможен. Пунктов на 150 вообще без зазрения совести может ходить. Вот. Ну, а там, если что, будем искать моменты на разворот. Но это уже потом. Сейчас пока все в порядке. С прошлого месяца тоже долгов нет. Все опционные зоны потроганы ценой. Хорошо. Дальше франк. Так, франк интересно отработал. Значит, закрыли. Вот сегодня прям по рынку. Я давал тоже рекомендации у себя в чате. Закрывать обе наши позиции. По индикатору страйк. По отскоку балансового уровня. Все закрыли. Тут, по-моему, взяли 50 и 80 пунктов. Да, примерно. И у нас сегодня... Почему я говорю закрыть, друзья? Ждал, в принципе, я все это на красных балансовых уровнях. Я тоже об этом писал постоянно. Но сегодня вышел сигнал на разворот. 5 контрактов. Для франка вполне достаточно. То есть падаем вниз. Соответственно, эти два закрываем ордера. И разворачиваемся прямо с текущих. Уходим вниз. Ну, да. Можно до нижнего баланса уровня. 0,8943. Тут же у нас еще и недельный, который отработан. Вполне сюда упадем. 45 пунктов закроем. Для франка нормально. Других пока позиций нет. Но я по-прежнему держу один ордерок у меня с прошлого или позапрошлого месяца. Вот тут вот снизу. Маленький-маленький байвый ордер. Вот здесь вот. Это дневной график. Я буду его держать вот аж до похода вверх. До вот этих вот FIBA. Как правило. То есть где-то там будет опционный перегрев у нас. Мы его увидим с вами. Опять розовые стрелочки. И то есть там будем его закрывать. Я предполагаю, что скорее всего где-то пунктов на 500 мы вполне можем рассчитывать. По четвертому знаку. И это заметьте по франку. Ну посмотрим. Как бы без убыток я его уже перевел. Я ничего не теряю. А там рынок сам рассудит. Кто был прав, кто виноват. Но это очень долгосрочная позиция, друзья. Это может идти месяц, два и три. И это нормально будет. То есть тут тоже нужно понимать. Но зато такие сделки закрываются. Это всегда приятно. Так. Понятно, да? По франку, я думаю. Хорошо. Йену. Нет, что франк, опционная зона. Значит, франк, опционная зона. Первая была отработана сразу. Вторая отработана была спустя два дня. Видите, мы ее отработали. Хотя получили, в принципе, асинхронно. Все. Теперь франк идет наверх. Сейчас небольшим ретестом, наверное, вниз сходит. Ну, а дальше уже будем смотреть. Здесь все в порядке. Дальнейшее движение пока под вопросом, потому что долговых целей нет. Ну, есть там еще сверху, конечно же, долгосрочная. Почему я опять-таки говорю, я держу верх на свою позицию на долгосрок. Там есть еще одна цель интересная. Ну, кто, в общем-то, мои обзоры слушает, тот, я думаю, в курсе. Так, теперь иена. Давайте посмотрим. Значит, иена, конечно, тут такая сумбурная ситуация. Это, с одной стороны, у нас был плюсик, мы тут получили по сделочке. С другой стороны, минус отхватили. Тоже было неприятно. Ну, ладно. Это рынок. Так, дальше. Значит, что у нас сегодня? Сегодня. Да, кстати, в счет того, что недельный отработан, большой поход вниз. Пока под вопросом. Хотя у нас есть там цель внизу на 103.79. Пока просто цель, но сигналов на движение вниз нет, друзья. Это нужно понимать. Так, значит, вот есть сигнал короткосрочный. Сегодня вышел у нас 90 контрактов трейдеры набрали на бирже. Мы посмотрели, это баевый сигнал. Обычный баевый сигнал вверх с потенциалом входов. Обычно 80 пунктов достаточно. Но даже если мы 60 пробежим, тоже будет неплохо. Но я не думаю, что мы сегодня прям всю дистанцию покроем. Это вряд ли. Скорее всего, будем тут флотить, а дальше будет видно. Значит, единственный вариант, по которому мы можем, скажем, закрыть позицию, долгосрочно, это получение реверсивного сигнала по индикатору страйк завтра, например, или в понедельник. Это единственный вариант, при котором мы можем перевернуться и пойти в продажу. И тогда уже у нас цель будет 103.79. Это, конечно, хороший вариант. 200 пунктов по четвертому знаку. Это, в общем-то, здорово. Но пока баевая позиция вверх. Там дальше будет видно. Вот сейчас у нас скорректируется немножко, а потом опять вверх. Ну ладно, посмотрим. Так, здесь все понятно. Значит, так, опционная зона падения. Одна опционная зона, она отработана. Выскочили за границей. Выскочили не так далеко все 50 пунктов. Обычно я начинаю смотреть только от 150 в коррекцию. Поэтому здесь пока ничего нет интересного. Ну вот, так что вот такой пока у нас сигнал. Так, хорошо. Это были у нас валюты. Дальше у нас идут металлы. Золото. Пойдемте посмотрим. Золото. Значит, золото падает. Да, золото падает. Но если посмотреть глобально, в большом масштабе. Давайте сейчас с вами глянем. Вот, в принципе, вот можно на дневном графике посмотреть. Так, чуть-чуть не то нажал. Смотрите. Так, значит, что у нас? Флэт. Давайте посмотрим. Флэт. Была одна попытка выскочить, не получилось. Сейчас вторая попытка выскочить идет с обновлением. Да? Лоу последнего глобального. Вот. И сейчас вариант следующий. Либо мы идем вверх на ретест. Да? И потом 50 на 50 посмотрим. Да? Я, по крайней мере, так расцениваю. Вот. Либо уже реально побалимся вниз без всякого ретеста. И это, конечно, будет не совсем приятно. Ну, ладно. Значит, что я вижу по рынку сегодня? Значит, по рынку я вижу следующее. Здесь сверху набирают страйки. 283 контракта. Это 479, 547, 282. А снизу у нас? А снизу у нас ничего абсолютно. Это не есть хорошо. Это значит, что если все-таки мы действительно пойдем вверх на ретест, это будет не быстро, это будет очень сложно, это будет вообще непросто. Потому что каждый раз, каждый удар, это будет вот такая вот пила, вот такая вот лесенка от каждой, в общем-то, полученный страйк. То есть вверх пока народ особо не смотрит. Ну, ладненько. Хорошо. По крайней мере, вчера от страйка сильно отскочили. Это хорошо. Здорово. Сегодня подскочим сюда. Можно будет еще взять там 20-25 пунктов без проблем. Вот. Но вот это мне не нравится. Не нравится абсолютно. Может быть, завтра это все уберут и почистят дорожку, и мы все-таки пойдем туда вот на 18-28 на ретест. Но вот сегодня я этого не вижу. Поэтому вся, как бы весь сценарий торговли на сегодня, это подход цены к балансовому уровню, если он подойдет. И небольшой отскок. Здесь можно будет что-то взять, друзья. Вот такой расклад получается. Так, хорошо, я думаю, понятно. Здесь. Так, сейчас, секунду. Хорошо. Дальше у нас серебро. Смотрим серебро. Серебро пока в боковичке лежит. Здесь ничего интересного нет. Вот. Топчется на мечных объемах. Ну, в общем-то, и все. Все по классике. Серебро хорошо работает по мечным объемам. И чем их больше, тем лучше. В общем-то, всегда есть какие-то отскоки. Всегда есть на чем заработать. Вот. Но сегодня день под вопросом. Поэтому даже не готов его комментировать. Здесь просто чистая вода флэп. Так. Давайте теперь посмотрим натуральный газ. Что же здесь есть интересного? Ну что, пока Европа и Америка замерзают. Цены на газ падать не будут. Это уже понятно даже ленивому абсолютно. Тут даже рисовать ничего не нужно. Вот. Из того, что я вижу, что у нас есть сегодня, давайте отметим мечные объемы 120 контрактов и выше. И мы с вами увидим эту интересную картину, которую нам рисуют трейдеры на бирже. Так, сверху тут тоже что-то набрали, я вижу. Да, 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 да. Так, ладно. Итак, значит, открылись мы выше вот этого мечного объема. Следовательно, ретест вниз и отскок вверх без проблем. Вот этот диапазон абсолютно свободен. Занимай кто хочет. Вполне можем еще по газу подскочить вверх. 150 пунктов, да. Вот вниз будет не так просто. Вниз нужно будет пробивать вот этот месячный объем. Это сложно сделать. Видите, вчерашний тоже открыли внизу. От него рикошетели вниз уходили. Опять вот все вверх-вверх. Пока вот такая раскладка. То есть вниз я его вообще не жду абсолютно. Тем более, что недельный отработался вот здесь вот. Все в порядке. Тут никто никому ничего не должен. Поэтому сценарий общий флэт с уклоном вверх. С отскоком от сильного страйка опять-таки. Да. Но, кстати, уже подходит тоже к перегреву. По опционному. Видим. По опционному индикатору к перегреву. Но еще может подскочить. Как раз может быть там уже холода закончится. И потихонечку глобально будем потом уже снижаться. Но это будет уже потом, друзья. Вот пока я снижения здесь не вижу. Так, WTI. Ну, WTI у нас опционная экспирация вчера была. Поэтому вчера не торговый день. Сегодня тоже не торговый день. Я уже тут вообще фактически дня три не торгую нефтью. Был у нас вход один вход. Простите, это второй вход. Первый вход был чуть ниже. Это долгосрочные входы на продажу у нас есть. Вот пока держим. Больше ничего не заходим. То есть WTI глобально я перевел, и всем тоже сказал, в долгосрочные позиции. Есть долги внизу. Да, их нужно будет отрабатывать все правильно. Вот пока я бы не покупал нефть. Не вижу в этом пока никакого смысла. Может быть что-то изменится. Но это будет только уже где-то в понедельник, во вторник. Я там уже посмотрю, что у нас там будет рисовать наши опционные зоны новые. Что нам индикатор strike нарисует. Какая раскладка. Какие ожидания у трейдеров. Тогда будет уже понятно. Сейчас пока это все непонятно. Поэтому не будем. Давайте загадывать и забегать вперед. Вот. Просто постоим в стороне. По нефти трогать ничего не будем. Более экспирация прошла. Так. Хорошо. Американские индексы давайте тоже глянем. Что у нас по ним. СНСБ 500. Ну что. В принципе как и ожидалось. По последним трем. Видите. В трем дням верхний балансовый уровень сползает лесенкой вниз. Поэтому мы получаем флэт с уклоном вниз. И сегодня тоже ничего пока меняться не будет. Тоже флэт с уклоном вниз. Все. Здесь все просто. Вот. Ну наверное в сторону границы канала хеджеров. Вот сюда нам нужно будет добежать. Друзья. Так. NASDAQ. Здесь все по-моему то же самое. Тоже три дня последний. Видим вот такую лесенку по балансовым уровням. Следовательно флэт с уклоном вниз. Вот у нас есть должок. Который нужно будет отработать. Видите. Вот сюда мы должны будем прибежать с вами. Думаю что в ближайшее время. Так. Dow Jones. Вот по нему вообще все непонятно. Я вообще как бы его не смотрю уже. Так просто комментирую. Очень высоко балансовый уровень. Очень высоко. Это вот месяц когда сначала вроде бы шли нормально. Потом их задрали очень и очень сильно. Причем на пустом месте. Мы фактически тут не росли. И так и держим. То есть трейдеры пока не готовы по этому инструменту валиваться. Почему-то. Не знаю почему. Нам тоже не стоит. Потому что мы не знаем на что ориентироваться. Вот собственно говоря и все. Поэтому пока этот инструмент у меня стоит в стороне вообще. Так. Хорошо. Здесь все понятно. Давайте теперь посмотрим российский рынок. Что же у нас там по нему вырисовывается. Так. Смотрим индекс РТС. Значит кто работал по балансовому уровню в начале недели. Там закрылись маленьким плюсиком. Выскочили. Все. Дальше. Цена подходит к красному балансовому уровню. Судя по всему это всех устраивает. Пока будем здесь в общем-то прыгать во флете. Вот. Никакого новостного драйва для роста индекс РТС я пока не вижу. Даже если мы и рванем в случае. Здесь два дня очень хорошая зона сопротивления сформировалась. И здесь если что можно будет становиться на отскок и двигаться вниз в сторону красного балансового уровня. Вот. Без проблем. Да. Так. Газпром. Здесь ничего не трогаем. Прошла экспирация. Поэтому мы вчера не работали. Сегодня тоже не работаем. Пока делаем какие-то предварительные такие общие отчеты и расчеты. Значит, с прошлого месяца у нас, в принципе, все сигналы по направлению тренда, вот которые мы считаем с ребятами по ФОП-таблице, все отработалось. Вы видите, да? Все боевые и сейловые позиции. Здесь все нормально. Отскоки тоже отрабатывались. Вот здесь тоже можно было встать на отскок вчера, но мы не работали. Поэтому ставим крестик. Значит, предварительно, что я вижу? Я сегодня посмотрел новые опционные контракты по Газпром и Сбербанку, и мне очень понравилось количество контрактов. Действительно, если я говорил за прошлый месяц торговый, вот с конца января по конец, ну, по февраль, да, посреди февраля, очень мало было контрактов, очень мало было движений по этому инструменту, то то, что я вижу сейчас, меня очень радует. Это просто вообще класс. Огромное количество контрактов на разных, в общем-то, удалениях от текущей цены. Вообще очень здорово все. Поэтому я думаю, что месяц будет очень активный как по Газпрому, так и по Сбербанку. Конечно, еще будут корректироваться вот эти границы каналах хейджеров. Они могут там гулять, как это вот обычно бывает, да, без проблем. Но все равно набор контрактов просто огромный. Может, поэтому как бы и не было их вот в этом месяце. Не было. Сразу заходили вот сюда. Вот в этот контракт. Ладно. В общем, по-любому предварительно все пока будет замечательно. Я в этом уверен. Сбер. По Сберу все тоже хорошо. Отработались, в общем-то, и долговые уровни. Вот мы видим, да. И вот этот долговой уровень я показывал. Отработался в последний день. Поэтому здесь все замечательно. Дальше, значит, что у нас по новому опционному контракту. Я вижу, что у нас, ну, пока, в общем-то, трейдеры предполагают снижение. Значит, контрактов тоже было набрано очень много по Сберу. И пока я смотрю, что есть потенциал на снижение. Но это, опять-таки, первый день. Он пока такой расчет пробный. Посмотрим, как будет корректироваться нижняя граница канала хеджеров. Но если, в принципе, останется там же, где есть, это будет здорово. То есть, в принципе, то, что мы и хотели. Потому что у нас есть еще некоторые долговые уровни на 20, 252, 244. И вы, конечно, отработали. Хотя цена уже к ним подходила, видим, да. Тут чуть не добежала. Но надо бы, конечно, добить окончательно. Вот мы такие вещи любим. Потому что они дают понимание рынка. Вот, ладно. Но это уже будет где-то в понедельник, будем считать. Более подробно. Так, Сишка. Ну что, по Сишке сегодня не торговый день. А, кстати, друзья, я забыл. По РТСу тоже сегодня не торговый день. Потому что экспирация у нас сегодня. Да, не торговый день. Так, пассивный не торговый день, понятное дело. Так, поставим палочку. Значит, ну, месяц прошел, в принципе, нормально. Всякие там долги были, все поотрабатывалось. Сделок, по сути, много не было. Но одна вот была. Мы коснулись баланса уровня. Тут закрывались с плюсиком. Ну, хоть немножко, но закрывались. Все. Значит, завтра будет понятно, где у нас границы канала хеджеров, где балансовые уровни. Посчитаем, посмотрим. Но, опять-таки, все равно не раньше понедельника, вторника. Будем только по этому инструменту работать. Вообще, глобально я посмотрел сегодня, вот, пока слушал Игоря Николаевича, вот с утра, что у нас, в принципе, есть по индексу РТС. То есть, какие глобальные могут быть рывки или какие глобальные движения. Потому что часто спрашивают. Вот если взять период, например, с августа месяца, с начала сентября. Вот он, период. По большому счету, в принципе, ну, вот такой идет флэт с попытками выскочить. Да? И опять заскочить в канал. Идет такой широкий глобальный канал, в моем понимании. Все долги, которые есть, все отрабатываются. Видите? Цена приходит. Все четенько отрабатывается. То есть, в принципе, сам инструмент достаточно стабильно ведет себя, начиная вот с сентября фактически. Я пока не вижу никаких глобальных здесь резких движений. Абсолютно. Где-то примерно так же мы и будем ходить в этом диапазоне. Ну, ладно. Посмотрим завтра, в понедельник, во вторник, как, в общем-то, новый опционный контракт, что он нам покажет. Так. Нефть марки Brent. Теперь давайте посмотрим. Значит, экспирация у нас еще не скоро по нефти. Где-то 25 числа. Примерно точно не помним. Где-то так. Вот надо посмотреть. Ну что, пока медленно, методично двигаемся вверх. При этом все, что я вижу, это главное перетаскивание балансовых уровней. Какие-то подходы-отскоки. Опять подходы-отскоки. Да, видите? Вот сегодня опять немножко перетащили. Ну, может быть, чуть подскочим вверх. Но в целом, в целом, значит, на снижение пока сигналов нет. Да, это нужно понимать тоже. Нет. Цели внизу. Там у нас есть одна долгосрочная цель. Но я пока думаю, что можно просто поставить в стороне. Здесь ничего не делать. Потому что я не вижу никаких сигналов. Я жду хороших сигналов. Нормальных стрелочных сигналов. Как у нас это обычно бывает. Вот таких вот, как у нас были сигналы на рост. Помните, в том месяце мы с вами их отрабатывали. Вот такие я хочу увидеть сигналы по направлению тренда. Именно на снижение по нефти, чтобы подцепить. И тогда уже тащить далеко-далеко вниз. Там ниже 50. Но пока сигналов нет, друзья. А если нет, то зачем нам, в общем-то, натягивать ежа на глобус. Сейчас подождем, посмотрим. Не более, чтобы по WTI экспирация прошла. Там тоже делать нечего. Скорее всего, до понедельника я бы нефть не трогал. Пусть пока определится. Будет видно, что делать дальше. Вот. В общем-то, в принципе, что хотел вам рассказал, друзья. Ссылочку на индикаторы я скину. Значит, индикаторы, кстати, вот по российскому рынку меня тоже часто спрашивают. На платформу MT5 тоже у меня есть на сайте. Либо напишите мне. Ну, я ссылочку тоже сейчас скину здесь в чате. Вы тоже можете скачать. Только понимайте, что на российский рынок это MT5 платформа, а на рынок Forex это MT4 платформа. Просто, чтобы не путали. Ну, вот так вот. Так, хорошо. В принципе, что хотел, сказал. Какие-то вопросы есть? Задавайте. Демонстрацию установлю и подготовлю сейчас ссылочки по индикаторам. Хорошо. Спасибо большое, Альберт. Я вижу, что вопрос есть. FXBR спрашивает. По фунту он не понял. 250-300 пунктов вверх или 80-90 пунктов вверх? Там такая есть. Я вас понял. Смотрите. Значит, там получалось что? Сигнал, который вышел сегодня по индикатору Strike. У него потенциал хода примерно 80-90. Вот. У него потенциал хода. А вот то, что я говорил, там 500 пунктов и выше, это возможный потолок, куда могут загнать фунта, исходя из текущих опционных контрактов. Это долгосрочные, долгосрочные вот такие, в общем-то, потолки. Будем мы там или не будем, это под вопросом. То есть, пока нет предпосылок, куда ходить. Вот. А локально, локально, да, вот сегодня есть конкретный сигнал, это где-то 80-90 пунктов. Мы этот момент ожидаем. Ясненько. Поняли вас, Альберт. Спасибо большое. Как у вас прошлая неделя? Торговая была, а сами всем довольны по итогу? На прошлой неделе мы открывали позиции, держали по франку, вот сегодня их зафиксировали. Я показывал, две сделочки хорошо, да, замечательно. Вот. Иена не порадовала, совокупно вышли примерно в ноль. Было две сделки, вышли в ноль, да. Ну ладно, хорошо. Вот. Фунт хорошо отработал, вот действительно, если сейчас сработают вот эти вот наши ожидания, то есть баевый сигнал 80-90 пунктов, при этом немножечко еще тащит вниз пунктов на 20, коснется недельного уровня, и от него мы отфутболимся вверх, это для нас было бы идеально. Конечно, рынок сам порешает, как считает нужным, да, тут что уж загадывать, но вот для нас была бы, конечно, идеальная ситуация на самом деле. Чуть-чуть вниз, и потом в бае на 80-90 пунктов, а то и на сотню. Вот так локально на пару дней было бы здорово сходить. Я понял. Посмотрим, да. В целом неделя получается положительная, да? Да, 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 в целом положительная неделя. Вот, если еще вот на этой неделе вот фунт, франк, что у нас там еще, иена тоже сработают, да, будет эта неделя тоже хорошая. Здорово, здорово. Альберт, спасибо вам большое за ваш обзор, за ответы на вопросы. Вам хорошего дня и удачной торговли сегодня. Спасибо, Игорь Николаевич, спасибо коллеге. Всего доброго, хорошего дня. Всего доброго, до свидания. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо. Игорь Николаевич. Игорь Николаевич.